Когда-то этот блок создавался для противостояния Советскому Союзу и социалистической системе. Затем был распущен, демонтирован Варшавский договор, но почему-то блок НАТО демонтирован не был. Более того, он начал двигаться к нашим границам. Хотя сначала нас заверяли, что бывшие социалистические страны членами НАТО не станут. Стали. Затем нас заверяли, что бывшие советские республики не станут членами НАТО. Опять стали. И в мемуарах американских дипломатах, теперь они не скрываясь, пишут о том, что они с самого начала знали, что они обманывают Горбачева и Ельцина. То есть, выражаясь языком определенных кругов, Кидалова. И вот в связи с этим два вопроса хотелось бы обсудить сегодня. Что сегодня представляет собой НАТО? И второй вопрос. Как можно верить организации, которая говорит о том, что она за безопасность, что она не представляет для нас никакой угрозы? Как можно верить организации, руководству которой постоянно обманывало позднесоветских лидеров и российских? Впрочем, конечно, обманывают того, кто рад обманываться, но тем не менее. Итак, НАТО сегодня. Что это такое? Смотря для кого. Ну, по-прежнему, сегодня Североатлантический Альянс – это крупнейший, констатируемый, это военно-политический блок, который существует в мире. Это организация, которая ставит перед собой определенные цели. Традиционные цели, которые были сформулированы много-много десятилетий назад. И новые цели, которые возникли в результате изменения среды безопасности в мире. Североатлантический Альянс – это довольно интересная организация для изучения, потому что она трансформируется вместе с изменениями во внешнем мире. Она видоизменяется, она адаптируется. И сказать, что это такая монолитная организация, которая по-прежнему живет установками, сформулированными много десятилетий назад, это не так. Они сегодня очень активно адаптируются к новой среде безопасности, к тому, как надо проводить политику безопасности, как надо выстраивать отношения, как сделать так, чтобы доминирование, будем говорить, западной цивилизации по-прежнему оставалось. Вот что такое сегодня Североатлантический Альянс. Альянс – это организация, которая должна и в будущем обеспечить доминирование в геополитическом плане западных стран. Если же говорить, отвечать на ваш второй вопрос по поводу веры и неверы, мне кажется, что это вообще слово, оно не должно употребляться в категории политики. В политике нельзя верить никому. Действительно, наверное, была серьезной ошибкой со стороны тогдашнего руководства нашего государства полагать, что Североатлантический Альянс будет, мягко говоря, будет учитывать интересы новой России в своем геополитическом раскладе. Интересы России может учитывать только сама Россия и может реализовывать только сама Россия. Для нас категории веры или неверы в отношениях с Альянсом не работают. Я думаю, что эти категории не работают в отношениях ни с кем. К сожалению, ну или к счастью, политика устроена таким образом, что здесь эта категория не применяется.